Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Какое солнце! Посмотрите, весна за окном. Кто это был? Да? Кто это был? Что, сглазил, Володя? Сглазил немножко. Сглазил. Главный синоптик Кировской области, как известно, накануне выступал Марат Фрэнкель. Я имею в виду, что он сказал, что не ждите весны раньше середины апреля. Мы по этому поводу Марату Ашерычу вчера звонили лично. Чтоб он подтвердил. Да. Действительно мы такое сказали? Что же такое-то? Да, он отметил, что первые декады, второго весеннего месяца будет холодный. Но зато в мае ожидается более высокая температура воздуха. То есть он такой ближе к летнему месяцу будет. Мне больше всего порадовало, что Марат Ашерович нам пообещал лето, как в прошлом году. Вот меня прошло время и лето полностью устроило. Ну тут небольшой оговоркой. Он сказал, что в июне все-таки дождливая погода как-то в основном будет. А вот в июле наступит лето настоящее. В июне и снег может пойти, ты же знаешь. Может, конечно. Это бывало неоднократно. Когда уже все расцвело, все распустилось, и тут бац, снег. Мы договорились вчера с Маратом Ашеровичем, что он к нам придет на следующей неделе. И расскажет уже друзья про половодье, которое нам предстоит. Ну уже по предварительным данным уровень воды ожидается что-то на уровне прошлого года. А в прошлом году ситуация была не слишком радужная. Очень много кто пострадал. Заречная часть города и вересники. Меня каждый раз удивляет. Ты понимаешь, как проезжаешь заречную часть города, думаешь, господи, топят их каждый год. Все больше и больше. А они все строятся и строятся. Ты заметил, сколько новых построят? Я давненько там не бывал, честно говоря, но по слухам знаю. Все строится и строится. Ежегодно ведь возникает этот вопрос. Зачем так страдать каждую весну? Зачем оказываться в этой стихии? Нет, людям нравится, они привыкли, видимо, уже. Из года в год это повторится такой экшен. Да. Да. Хорошо. Давайте возвращаться к нашему дневному развороту. Немножко о его темах. Мы часто здесь говорим о предпринимательстве, о предпринимателях. Давненько что-то, кстати, этим не занимались. Вот именно что. Давно мы не говорили здесь о предпринимателях и предпринимательстве. Сегодня нам представится такая возможность. Во втором части разворота мы будем говорить о том, что областной фонд поддержки предпринимательства открывает новые программы. В том числе у нас будет директор фонда в студии Елена Гущина. Да, и не она одна. Там еще будет 2-3 человека по этому поводу. Кстати, к этой теме у нас приурочен опрос. Голосовать можете по традиции на сайте Кирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Вот такой вопрос сегодня. Тратить бюджетные деньги, как вы думаете, на обучение предпринимателей и их поддержку нужно или не нужно? Нужно, потому что эти люди потом заплатят налоги и не нужно. У нас есть более нуждающиеся граждане. Надо или не надо? Голосуйте. Ты какой ответ выбрал, Володя? Тут, честно говоря, нет устраивающего меня ответа. 27% наших слушателей на сайте Кирова.ру говорят, что не нужно. У нас есть более нуждающиеся граждане. Я-то вот как бы, да, я бы не про это. Я почему-то, для меня удивительно, почему нужно тратить бюджетные деньги на обучение предпринимателей. Если ты предприниматель, ты как-то сам должен о себе позаботиться и пойти и лечиться туда, куда нужно, не тратя бюджетных денег. Ну и вообще. Ну ладно, порассуждаем на эту тему во втором часе. Да. Гость нашего первого часа, давайте сразу его представим. Это Владимир Карабанов, координатор проекта Кировской областной организации знания. Проект называется «Театр для пожилых». Владимир Иванович, добрый день. Здравствуйте. Да. Надо сказать, что мы с Владимиром Ивановичем, наш коллега Анна Лопшина, давно уже связывалось с предложением прийти, рассказать об этом проекте. И не только. Ну вот что-то мешало. Здоровье немножко. Ну надеемся, что сейчас все будет хорошо. Выздоровели. Я тоже надеюсь. Выздоровели. Да. Новость эта уже довольно-таки давненько появилась. В том числе она была размещена на сайте общественной палаты Кировской области. Речь там идет о том, шла вернее о том, что с начала марта по 20 число в Кирове по адресу Свободы 47 принимались заявки от пожилых людей на участие в данном проекте. Мы сразу же хотим уточнить, срок приема заявок продлен все-таки или уже закончилось все? Да, он продлен до конца марта. До конца марта. То есть буквально сегодня, завтра, послезавтра еще можно. Да, это неделя еще. Как раз есть возможность у тех, у кого есть стремление, у кого есть желание поучаствовать в этом проекте. Это касается прежде всего тех, кто к серебряному возрасту относится. А давайте возрастной цену сразу назовем для участия в этом проекте. Он определен достаточно давно. Ну, это дамы 55 плюс и мужчины. То есть кто вышел на пенсию. А, то есть уже находящиеся на заслуженном отдыхе. Да, у кого есть свободное время, есть желание и потенции, которые он раньше не реализовал. Вот эта история нас с Володей очень, конечно, порадовала, потому что не секрет для наших слушателей, что наша радиостанция старается рассказывать о доступных возможных активностях тем, кому за 50. Мы так ценз понизили, знаете, с 55 до 50. И уже рассказывает наша программа 50 плюс, что открылись две дополнительные группы занятий фитнесом и танцами. Да, одна здесь в центре, другая на Лепсе. И мы дальше будем стараться продвигать эти интересные активности. И поэтому вот театр для пожилых людей, честно говоря, для меня открытие. И мне к стыду свою, несмотря на то, что я член общественной палаты, я как-то, ты знаешь, пропустила это объявление на сайте общественной палаты. На мой взгляд, это прекрасная вещь. И даже, скажу по секрету, Владимир Иванович сказал, приходите, когда я говорю, я бы сама пришла. Ну, чего уж 55 плюс. Недалеко, собственно говоря, до этого возраста. Но это, правда, очень хорошая идея. Расскажите, пожалуйста, как она возникла. Ну, вот всегда ведь что-то из чего-то вытекает. Вот, на мой взгляд, как бы истоком это был, ну, такой проект тоже, его можно назвать. Ну, ваш проект. Что ж тут скромничать? Ну, он в рамках университета для пожилых людей в обществе знаний. Университет третьего возраста, да? Университет третьего возраста, который уже 19 лет работает на территории Кировской области, вот на Свободе 47. И в рамках этого университета, вот, ваш покорный слуга, такой проект реализовал, литературная гостиная. Он задумывался как камерный. То есть, за круглым столом 5-6 человек, любители поэзии, обсуждают там творчество. Да, творчество. Но получилось так, что желающих гораздо больше оказалось. Сколько человек ваша литература на гостиная? Ну, около 25 человек. Ну, я имею в виду, кто-то пропускал там, знаете. Ну, вот аудитория, если вы бывали в обществе знания, ну, классическая аудитория, 25 человек, она была заполнена. То есть, за партами. И выбрал я тогда как раз лауреатов, вернее, юбиляров 15-го года. И с таким вниманием, с такой, знаете, прямо вот отдачей проходили все эти занятия. Ну, перечислите, пожалуйста, фамилии поэтов, чтобы слушатели понимали. Золотая флейта русской поэзии, тогда юбиляр Есенин. Затем это упорство в достижении цели судьбы незаконнорожденного Афанасия Фета. Либо вот мне как-то потом было очень приятно, когда мне сказали отдельное спасибо за Чехова. Тема называлась «Неожиданный взгляд на творчество писателя». Антон Павлович Чехов — романтик и автор детективов и триллеров. То есть, вот представьте себе, совершенно нестандартный, но я его для себя когда-то открыл в институте. То есть, это совершенно другой взгляд на его творчество, на его жизнь. А мы обязательно на всех наших занятиях жизни творчества не разделяли. Потому что ведь влияет всегда на творчество, его судьба, его отношение к жизни, семья и так далее. А потом был «Восток. Дело темное», например, «Жизнь и смерть. Вазир Мухтар». Ну, это был Александр Сергеевич Грибоедов, его судьба трагическая. Или там Тургенев, создатель нового жанра в русской литературе, стихотворения в прозе. И ваша литературная гостиная пользовалась большой популярностью. Как долго она просуществовала? Ну, нет, этот курс, он был заявлен на год учебный. То есть, он прошел. Далее, вот почему я говорил о логике событий. В общем-то, опять же, по просьбе слушателей и так далее, что вот слушать стихи, читать — это хорошо, но есть еще и потенции и писать. И вот возникло... И вы в итоге предложили, да, все-таки слушателям попробовать свои силы написания? Больше даже было, это, знаете, как обоюдно. То есть, ну, сейчас уже не помню, но мне кажется, это они мне предложили. А давайте мы попробуем, да, тоже? Да, и вот «Серебряные авторы вятки». Это издание, которое лежит сейчас прямо на нашем столе в студии. Мы уже с ним, с Володей, однокомились. Там стихи ваших учеников. И стихи, и рассказы еще, еще и проза. И вот этот проект, он уже был поддержан. Мы выиграли конкурс, который объявлен был региональным фондом «Самарская губерния» и поддержан «Райфайзенбанком». То есть, таким образом нашли средства для того, чтобы попросту напечатать, чтобы издать. Да, мы сейчас приверемся на одну минуту. У нас перерыв. Через минуту снова в студии с Владимиром Карабановым, координатором проекта Кировской областной организации «Знания. Театр для пожилых». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Мы беседуем с Владимиром Карабановым, координатором проекта Кировской областной организации «Знания. Театром для пожилых людей». Подбираемся тихонечко к театру. Подбираемся через литературную мастерскую. И, правда, удивительно, мы здесь до эфира говорили, что... Я спрашивала, а почему, собственно говоря, на вашем издании, да, серебряные авторы «Вятки». Почему именно Самарский фонд? Почему не Кировский фонд? Почему через Самару действовать пришлось? И мне рассказал Владимир Иванович историю длинную. Ну, вот там возникло и активно развивалось как раз, да, это движение в поддержку пожилых. Собственно говоря, где были активные люди, где были деньги, да, но там и встретились. В конце концов, не важно, кто поддерживает, важно, что все состоялось. Да, проект есть, реализован. Я представляю себе, как народ радовался, когда держал в руках издание, да, где напечатаны твои произведения, да? Без сомнения. Большим тиражом вышло? Да нет, конечно, это сто экземпляров. Но здесь, вот если вы увидели, в чем ценность еще, и тогда была, когда мы создавали этот проект, все иллюстрации, они великолепные, это тоже создание серебряных авторов, тоже в рамках университета третьего возраста, их рисунки. Это студия. Да, Владимир Иванович, а это все люди, они как-то все-таки имели какое-то отношение к литературе? Может быть, образование какое-то профильное или нет? Случайное? Следует отметить, что вот как раз вот последние годы, почему популярность и популярностью стали пользоваться проекты, которые связаны с литературой, искусством, историей, потому что ведь, ну как говорится, вот и я к этому поколению отношусь, более высокий образовательный уровень. Поэтому желание вот реализовать себя через поэзию, через прозу, потому что здесь мы как раз, как это, пошли и дальше. То есть, кроме стихов, еще и эссе, рассказы коротенькие. То есть, и вот профессиональные авторы, члены Союза писателей России, Светлана Сырнева и Елена Наумова, нам вообще помогли великолепно, это были мастер-классы и так далее. И вот мне, как организатору, может быть, даже в начале, ну, конечно, верил я, что вот выйдет сборник, что сможем мы, потому что мы сначала обучали, и вот сегодня, почему говорю о логике, мы эту концепцию или вот этот вот алгоритм мы используем и в этом проекте. Театр для пожилых. Да, да. И, в общем-то, с таким удовольствием, вот то, что вы сказали, держали вот эту вот яркую, очень такую добрую книжку. Ну, видимо, книга разошлась по участникам, да? Конечно, она по участникам разошлась. Ну, были гости там. В качестве подарка. Там серьезная программа на самом деле. Вот мы посмотрели, да, эта книга «Серебряный автор» в «Вятке», она содержит программу литературной мастерской, серьезные занятия, каждый день по несколько часов, да, 40 часов всего она составляет. И я думаю, что, конечно же, человеку, у которого есть творческий потенциал, для него это просто источник, с которого, наконец-то, возможность была напиться. Давайте перейдем к театру для пожилых. Это ведь история была, еще раз, с литературной мастерской 2015 года. 14-й, 15-й. Нет, это 15-й и 16-й. 15-й, 16-й год. И вот 17-й год вы решили заняться театром и объявили набор. Напоминаем, что еще он продолжается. Можно позвонить по телефону 65-40-47, 65-40-47 или 38-12-07 и записаться в группу. Сейчас уже много человек записалось? Ну, сейчас вот я сегодня разговаривал с председателем правления. Около 20 человек. Уже около 20 человек. Это не маленькая группа. У нас, как и в любом проекте, где обозначены параметры, то там у нас, значит, заявлено первоначально было до 25 человек. А, ну то есть еще 5 человек точно могут попасть? То есть... Если позвонят, если обратятся к вам. Да, конечно. И мы будем работать с ними. А вот то, что опять возвращаясь к серебряным авторам, мы здесь снова повторим, вот так в голове вот этот алгоритм сложился, два семестра. То есть если здесь тогда мы в литературе определились с авторами, с которыми работаем, и давали на лето задания, и они очень серьезно, все наши участники проекта подошли, и осенью мы уже встретились, уже, знаете, так, готовыми к профессиональному разговору, к более предметному выбору авторов, к работе над стихами и так далее. И мастер-классы уже проводились очень, ну как скажем, интересно, и ну ни пауз, ничего не было. Вот точно так же и здесь мы сейчас... Прочем слушатели не халявили, в общем. Нет. Развивались. Развивались. А и здесь мы сейчас так же хотим. То есть вот проект рассчитан на 8 месяцев, ну то есть финансирование и так далее. То есть его можно, значит, растянуть на 8. Мы точно так же, как и здесь, сегодня, вот весной сейчас, до периодов садоводства, сами знаете, наше поколение... А как будет замечательно на грядках репетировать отелу, например? Да? Нет. Тут я нисколько без иронии. Я тоже. Мы определимся, вот немножечко дадим теории, то есть история, например, театра, вообще сценическая речь. А дальше, значит, выберем репертуар, самое-то главное. Ну мне представляется, но мы это еще будем все обсуждать, что это что-то, ну не трудное, не тяжелое, там не будем мы замахиваться на нашего, значит, товарища Шекспира. А я вот себе представляю, например, водовель, ну что-то легкое. И чтобы были все возможности... Придется танцы учить вам, раз у вас водовель. Придется ничего, у нас вот уже по опыту не напугаешь ничем. А почему я вас-то пригласил? Потому что, например, мой внук уже сказал, дед, я согласен, буду участвовать в вашем проекте, но... Я сейчас буду играть кошку. Нет, он сказал кошку. Поэтому я уже сразу задумался, надо будет искать репертуар, чтобы... А сколько внуку лет? Семь лет. Прекрасно. Самый возраст кошку играть, да. Кто будет заниматься непосредственно с теми, кто придет? Уже пришел. По концепции, значит, и так же, как по литературному проекту, это профессиональный режиссер. Кто? Сегодня, я сейчас вам не назову, потому что тот, с кем мы предварительно договорились, и это было бы все хорошо. К сожалению, тут как форс-мажор, знаете, бывает, семейные обстоятельства. Вот, мне, например, приходится ухаживать, ну, может, не то слово, за 90-летней мамой. Вот точно так же и у нее случилось. Это Кировский режиссер. Вы подыскиваете сейчас сотрудника? Сейчас есть, да, у нас уже кандидатуры, мы ведем переговоры. Это действующие режиссеры? Это действующие. Которые работают в наших театрах, да? Это действующие, да. Ну, это не обязательно в профессиональном вот этом нашем, в театре драмы, это площадка. У нас есть народный театр. Конечно, конечно. Конечно, и еще у меня, значит, ну, вот это, я, может, немножко опережаю события, но мы уже ведем переговоры, и, значит, если это получится, это будет прекрасно. Это театр экспериментальный, или как называется он, в колледже культуры. Он мы не знакомы. А у нас есть культпоход, мы как-нибудь пригласили. Да, действительно. Их выпускники, режиссерские вообще, то есть специальности, они ставят спектакли в качестве дипломной работы. Так вот, мне представляется, что это будут предложения от нас, которые вряд ли, они от него откажутся. То есть, например, кто-то из выпускников поможет нам поставить этот спектакль, с которым потом мы будем выступать. Вот, кстати, это тоже не ирония. Нас уже пригласили в Санкт-Петербург выступить со спектаклем в доме престарелых. В Питере. Пока еще работа не начата, а вас уже приглашают. Ну, просто информацию давали. То вы ставите задачу все-таки подготовить постановку осенью, да, к Дню пожилого человека, День пожилого человека, 1 октября. 1 октября, да. Ну, мы не к 1 октября, а в течение октября. Чтобы мы могли, если все у нас, опять же, оговорюсь, если все получится, значит, именно, например, в Кировском доме-интернате, еще где-то, значит, показать. А площадка-то непосредственно, где будете заниматься? Для, собственно, практики-то нужно пространство, чтобы все эти пары реализовывать. Ну, вы знаете, как это говорят, ну, не знаю, подходит или нет, значит, нет, Гербовы пишите на простой. Или там русский человек, ведь он очень... Находчивый. Находчивый, да. Там сразу или на безрыбе. Мы, потому что мини какие-то уже вещи делали у себя на Свободе 47. Там есть небольшая очень эстрада и так далее. Так что я думаю, что это не будет препятствием. Там, если потребуется потом, где-то нам, значит, просто, может быть, премьерный. Ну, в лучшем варианте. А так мы и там сыграем. Что-то мне подсказывает, что в этот проект, в этот театр для пожилых, пришли люди, которые участвовали как раз-таки в литературной гостиной. Есть? Ну, я думаю, что будут. Да, среди них нет. Я не проверял еще список, я имею в виду, тех, кто заявлен. Но это люди как раз, которые уже имели желание, почему я говорил о продолжении, о логике-то, и говорили, Владимир Иванович, а давайте мы попробуем. — Да, Владимир Иванович, Карабанов у нас в студии, координатор проекта «Театр для пожилых». И я просто хочу еще раз напомнить телефоны 654047, 654047 и 381207. У вас еще есть возможность, слушатели, позвоните и записаться в «Театр для пожилых», потому что поставить в «Одъявиль» к октябрю месяцу, получить там роль, отыграть на сцене, мне кажется, это прекрасно, конечно. — Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, возраст. А, вы еще не знакомились со списком. Я хотел просто узнать, сколько максимум там может быть по возрасту. — Это мы узнаем в ближайшее время уже, в апреле месяце будет известно. — Да, мы это вам. — Да. — Ну и информация у нас будет выкладываться на сайте общества знания. И, в общем-то, так вот и с предыдущими проектами были. То есть мы все время, как это сказать-то, отслеживая, что у нас там происходит и как это все происходит. — А скажите, пожалуйста, Владимир Иванович, вот вы давно ведь уже в обществе знаний. Скажите, вот как сейчас с активностью пожилых людей? Она там возрастает, она падает? Или вообще нет никаких изменений? Все ровно? Просто интересно, чем занимаются люди. Больше стало тех, кто оторвался от телевизора и сериалов телевизионных? Или нет? — Да, я уверен, что больше. Вот не случайно о тех проектах, которые я уже говорил, но, значит, и не только здесь. Вот мне приходилось по работе по Самарскому этому проекту и в Москве встречаться и так далее территории. Потому что вот именно в этот, значит, как это пул, да, называют, более 20 территорий России входило. И, значит, а вот если по-нашему, по-своему, то я, наверное, привел бы один пример. Мы впервые вот в 16-м году приняли участие, ну, предложили нам, были операторами, значит, вот конкурса фонда Тимченко. — Геннадий Тимченко. — Да, Геннадий Николаевич, да, известный предприниматель. — Активное поколение. То есть вот впервые он был, как это, распространен почти на всю Россию. И вот участвуя вот в этом вот блоке, где было тоже около 15 территорий, мы, значит, ну, видимо, хорошо у нас отработана была вот эта самая первая информационная часть, чтобы дать информацию. И у нас 36 проектов было представлено. — Из Кирова? — Это Кировская область. — То есть это глубинка. Тем более, что фонд в своем, ну, как, запросе, да, именно как более интересными и полезными говорил о глубинке. То есть это сельское население. И у нас это вышло. То есть мы дали больше, чем практически там почти все территории. 36 проектов, 10 у нас были профинансированы. Они сейчас вот реализованы. И их территория, и Вятские поляны, и Котельнич, и Налинск, и Белая Холуница. То есть... — Мы сейчас поподробнее об этом поговорим. Просто интересно, какие проекты предлагают для пожилых людей вообще по всей Кировской области. Но через две минутки у нас реклама. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Мы беседуем с Владимиром Карабановым, координатором проекта Кировской областной организации знаний «Театр для пожилых». Про театр для пожилых еще мы поговорим в конце программы. А сейчас нам было до выхода на перерыв. — Мы заговорили о проектах, которые в прошлом году поучаствовали в конкурсе на грантовую поддержку фонда «Активное поколение», программы «Активное поколение» Геннадия Тимченко. И как выяснилось, из Кировской области огромное количество проектов было прислано. И поэтому нам стало интересно, чего же хотят пожилые люди, на что они просят помощи, какие проекты они хотят реализовать. — Да, это очень интересно было и нам самим, потому что настолько был вот этот спектр достаточно широк, и это здоровый образ жизни. То есть это вот и, значит... — Какие-то занятия, да? — Это занятия, да. Это и ходьба. — Скандинавская, вы сейчас показываете так руками. — Скандинавская ходьба, да, 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 потому что это на самом деле очень интересно. И это, например, деньги нужны были не просто купить палки вот эти, а еще и обучить тренеров, чтобы дальше это можно было развивать. — Это откуда такой проект в Версалиле? — Это вот Котельнич был, да, и еще один из районов, но попал Котельнич. — А Котельнич выиграл, да? — Выиграл, да, да, они отработали это. — Я смотрю, это малые гранты тут вот на сайте написаны, сумма до 100 тысяч рублей. — До 100 тысяч рублей, да. — Но это достаточно, чтобы купить достаточное количество палок и тренера обучили. — Главное, чтобы, да, к этому подойти очень рационально и, значит, все правильно просчитать. Затем это были программы, связанные вот с, прежде всего, как это сказать-то, чтобы силами, и в этом был один, опять же, из посылов вот этого конкурса, чтобы не просто для них вот купили и сделали, то есть для активного, а чтобы активное поколение участвовало в этом сами. И поэтому, например, вот в Белой Холунице, это там красота без границ, значит, они сделали площадку, они сделали красивое место, аллею, там, типа... — То есть обустроили, облагородили, облагородили какой-то такой уголок. — Да, и сами же это делали, и, значит, сами будут этим пользоваться, но при этом и другие тоже, и категории населения. А вот очень интересный, на мой взгляд, был вообще великолепный, это Налинск, это чтения черковские, ну, вы, наверное, об этом слышали. Но до этого года и до участия в этом проекте, там, где они собирались, возле его дома, прямо даже занимали часть улицы и проезжей части, то есть даже опасность была. Сегодня там стоит беседка красивая, где уже концерты лето проходили, уже после того, как сделали, и приезжала дочка Черкова на открытие. То есть вот это вот уже реально, это и пощупать можно, и посмотреть, и в то же время это содружество поколений. — Владимир Иванович, вы говорите, что 36 заявок было подано от Кировской области, это чуть ли не самое большое количество заявок, вот если брать, да, по регионам. — Это не чуть, это самое большое количество. — Как вам удалось собрать такое количество заявок? — Ну вот, наверное, вы же говорили, есть, можно говорить о увеличении активности, мы просто отработали информационную кампанию. — То есть на местах-то, в районах вы как, с кем там связаны? — Ну, нам, конечно, помогал, нам помогал и правительство, в данном случае, через департамент, нет, министерство социального развития, нет, нет, внутренней политики. — А, внутренний информационный, значит. — Веснин, да. — Значит, поэтому информация дошла до самого любого административного там округа и так далее, это во-первых. Во-вторых, конечно, мы соцзащиту использовали, и мы с ними активно работаем, с министерством. И третье — это советы ветерана. То есть вот, когда мы... — В общем, несколько каналов, и получилось очень эффективно. — Получилось, что мы лучше всех отработали, потому что использовали все средства коммуникации. — Из 36 заявок сколько было удовлетворено фондом Тимченко? — Десять. — Это много? — Это достаточно много, но еще было, потому что у нас больше... — Но 26 осталось неудовлетворенными. — Да. Вот почему я и сказал об этом на итоговом, где были представители фонда, что вот, конечно, как-то выборочно подходить или дифференциально, что тот, кто себя проявляет активно, значит, как бы в следующий раз, и нам, в общем-то, обещали подумать, то есть и, скорее всего... — Чтобы большее количество заявок было удовлетворено. А в этом году будут когда подавать заявки? — Ну вот мы сейчас ждем, значит, нам говорили марта апреля. — Объявление, да? — Да. — И что мы хотим, вот как только объявят, мы проведем, вот это, наверное, тоже вам будет интересно, мы проведем, ну, встречу или конференцию, значит, там, ну, в таком вот формате круглого стола, где, во-первых, пригласим всех, кто участвовал, ну, победителей прежде всего. — Прошлого года. — Кто в прошлом году, да, мы будем и поощрять, и награждать, и предлагать участие в... Если вот все сложится, по крайней мере, пока что нам это уже, ну, как бы позитивно предлагают. — А сложная эта процедура подавать заявку вот по этой конкретной программе? Потому что мы знаем, что грантовые конкурсы, например, президентские, они требуют очень большой работы, бумажной прежде всего, потом отчетности тяжелой достаточно. Здесь кто помогает составлять заявку и сложная ли она? — Ну, сразу отвечу, что все это тоже присутствует. То есть, поэтому мы вот, например, проводили в течение 15-го года и 16-го как минимум три семинара от идеи до проекта, то есть приглашали НКО и так далее, чтобы вот помочь, как правильно, значит, составить... Ну, у каждого фонда есть свой алгоритм. Вот представили, когда, значит, фонд Тимченко, мы ее отработали, вот я как координатор, Наталья Ивановна Шитько, как председатель и руководитель, значит, организации, которой было предоставлено вот это вот право, значит, координировать. И дальше мы проводили консультации очно, по телефону, там, например, с одной организацией, там, Советом ветеранов из очень дальнего нашего района, по-моему, 32 раза я разговаривал. Ну, что делать-то? — Они выиграли? — К сожалению, нет. — В этом году мы будем участвовать. — Вот. И еще только, если один момент. Было тоже, чтобы было бы очень хорошо, если были инициативные группы. То есть не юридические лица, а вот сами... — Просто активисты. — Что такое инициативная группа? — Ну, вот мы с вами, например, не имеем статус юридического человека. — Да, мы хотим вот сделать. — То есть можно без юридического лица подавать заявку? — Можно. Вот это было впервые. И, значит, еще это приветствовалось. И поэтому у нас было при заявках 11 инициативных групп. Вот. И из них, значит, три, по крайней мере, стали победителями. — Вот чтобы сейчас завершить эту тему с конкурсами, с программой «Активное поколение», я скажу, что только что Поволжье впервые участвовал в этой программе в прошлом году, потому что с 2011 года она реализовывалась только в Северо-Западном федеральном округе. Только в Северо-Западном. И только с 2016 года стало возможно участвовать и нам тоже. Поэтому, внимание, мы тоже, наверное, сделаем такую программу, когда будет сбор заявок, потому что, мне кажется, это, конечно, очень важно, что пожилые люди могут реализовывать свои мечты благодаря такой интересной программе. Владимир Иванович, ну давайте еще осталось буквально три минуты. Мы еще расскажем нашим слушателям, что открывает свои двери театр для пожилых. Открывает буквально с апреля месяца. Это будет целая образовательная программа с тем, чтобы к октябрю поставить, например, «Водовиль». Да, еще с репертуаром определяемся. И уже есть приглашение поучаствовать. И уже есть учебный план, вот мне показывает. Владимир Иванович подготовился, все принес. Есть аудитория, и можно туда записаться по телефону 65 40 47, 65 40 47 38 12 07. Еще раз скажите, пожалуйста, нашим слушателям, кого вы ждете. Ну раз мы говорим об активном поколении, о серебряном возрасте, то, конечно, люди, которые уже вышли на пенсию, ну по возрасту, по крайней мере. И тех, кто имеет желание реализовать себя через сценическое творчество. Это, конечно, касается тех, наверное, я так думаю, ну потому что и я вот, мне так же было это интересно. Кто когда-нибудь, где-нибудь играл, там, в школе, в институте, в детском саду, хоть там в сказке в какой-нибудь, там, Снегурочку, там, Старика Хатабыча на корпоративе уже во взрослом. А теперь он может себя реализовать вот в настоящем спектакле. А профессиональные актеры, режиссеры помогут в этом. То есть и коллектив создать. И сначала, так же, как было по литературному творчеству, все-таки из терминологии ознакомиться, что такое театр, что такое сцена. И, конечно, самое главное, чтобы это было желание вот вместе проявить себя в творчестве. Кстати, материал-то, который будет ставиться, совместно будете выбирать? Конечно, то есть без сомнения. Поэтому мы и хотим вот как бы на эти два семестра, сейчас вот в течение апреля, немножечко поработаем в аудиторном варианте. И плюс выберем репертуар. То есть, чтобы уже к осени, после вот отдыха на своих садовых участках, да, они пришли уже, в общем-то, вот, да, и даже и получив роль. Да, прямо на грядках. Ну что, замечательный сегодня, я считаю, состоялся эфир. Мы еще будем, я уверена, встречаться с Владимиром Карабановым, координатором проекта Кировской областной организации «Знания театра для пожилых». Сейчас уходим на новости, рекламу и тематические программы. В начале следующего часа обменяем нашу тему и будем рассказывать о том, как областной фонд поддержки предпринимательства будет поддерживать начинающих бизнесменов. Субтитры создавал DimaTorzok